А я передвину Алексею Александровичу Неживому. Пожалуйста. Очень приятно приветствовать участников круглого стола. Я являюсь руководителем оперативного штаба проекта «Постаюз. Новый труд». Полностью это звучит как «Профсоюз, независимо от профсоюза работников платформенной занятости, самозанятых». Я хотел рассказать по этому проекту чуть подробнее, что это такое. И хотел сказать, что Дмитрий, когда он анонсировал, мы с ним давно знакомы. Я его очень уважаю, как специалиста по политике, по политтехнологии, по политологии. Мы тоже все являемся в этом отношении специалистами, как профессионалы. Поэтому я хотел сказать, что это представитель нашего проекта в Крымском крае. Он руководитель первого отделения нового труда. Что такое новый труд? Мы все с большим стажем в политике. Мы занимались всегда правозащитной деятельностью. Мы были активистами различных организаций. Это Анатолий, это вообще у нас история энциклопедического процесса в России. Это начало с 90-х годов, я где-то с конца 90-х. В общем, мы занимались профсоюзным движением. Сейчас что происходит в нашей стране? У нас происходит так называемая цифровая трансформация. Вы, наверное, все слышали. У нас появились платформы, которые с помощью программы смартфона вот этого вот предоставляют возможность связи между исполнителем и заказчиком дистанционно. Мы сейчас такси вызывали, забрали. Раньше нам было голосовать, куда-то звонить, просить. А сейчас это раз, программа через 5 минут таксист приехал. Значит, это одна из порождений, это платформовые агрегаторы, которые вот сейчас у психологи также самые работают через такие платформы. Второе порождение – это электронный ритейл, какая-то коммерция. Вот эти вот огромные маркетплейсы, которые связали продавцов, изготовители, предоставляют, тех, кто предоставляет какие-то услуги с их исполнителями через вот эту электронную программу. А сама эта платформа, которая эту огромную программу написала, фактически это как раньше рынок был, только электронный, который связал нашу страну вдоль и вдоль поперек. Это мировой процесс, мировой процесс. Вот эта вот тема с самозанятостью и с платформенной занятостью – это вот следствие этого процесса. У нас появилось огромное количество исполнителей, индивидуальных заказов, продавцов, которые через эти электронные платформы как-то зарабатывают себе на хлеб. Это количество, как Анатолий правильно сказал, растет, как на дрожах, с одной стороны. С другой стороны, что такое платформенная занятость? Туда же включаются и вопросы с миграцией. Мы сейчас видим вот это вот, то, что у нас закручиваются огромные проблемы от мира в рынке труда. То есть у нас не хватает много охотчих рук, с одной стороны. Но с другой стороны, вот эти процессы, которые связаны с тем, что работа с миграцией не поставлена должным образом. Там очень коррупированная среда. И, в общем-то, мы занимаемся исследованием всех этих процессов. В общем-то, очень многие негативные процессы, связанные с миграцией, они порождение коррупции государственной на самом деле. Ну, а по филозам это стало вот это Хоркос-Сити, событие, которое все потрясло. В общем-то, и у нас сейчас вот в стране одни кричат «бей, мигрантов выгоняй!», другие кричат «кто работать будет?». Работать-то нету. Очень много в рынок труда, там не хватает охотчих рук в связи с тем, что глобальная экономика рухнула. Теперь нам нужно самим производить все. Мы, подозреваем, там ждет новая реиндустриализация, потому что уже не закажешь. И с другой стороны, там санкции не привезут нам ни запчасти к машинам, ни саму машину, ни самолет. Пойдется изготавливать все это заново. В общем-то, и вот этот проект, он возник как, ну, вот возникла вот эта вот цифровая трансформация, которая породила вот эта вот новая соучность людей, платформенно занятых. Они абсолютно разные. С одной стороны, с другой стороны, вот этот институт самозанятости, это государство, попытки вывести, это вот Андрей Роменович Белорусов этим занимается, непосредственно это его детище. В России попытка вывести из тени вот эту занятость путем того, что предоставление какого-то ремонтного налогового режима, который у нас самозанятостью, она породила то, что у нас уже вот сейчас 9 миллионов, а скоро, правильно, то ли 20 людей, которые вот фактически относятся к этому процессу как-то. Значит, что можно сказать сразу же, вот люди зарабатывают, да, там, студенты, не студенты, многим это удобно, там, ну, самозанятые получают, платят, там, 4-6% налогового, он не отчисляет ни в, ну, ни на свою медицинскую страховку, ни на свою пенсию. Что мы имеем? Ну, мы просто эти вопросы поднимали на определенном моменте. Что мы имеем? Что, когда эти люди состарятся, если они так и дальше будут продолжать, а кто будет содержать, кто им пенсию будет платить? Они себе на пенсию не зарабатывают. Это огромная проблема для государства. Вторая тема у нас вот сейчас – демография. Демография идет, ну, падает рождаемость, можно поднимать рождаемость. У нас 20 миллионов людей, год скоро, которые, вот, ну, не имеют никаких льгот, там, вот, на момент того, что, когда женщина беременная, когда она находится в отпуске, в этом все, какие-то гарантии, она не может себе это позволить. Это тоже очень большая проблема для государства. На самом деле, она очень серьезно исследуется. Поэтому сейчас, сейчас вот обсуждается вопрос, ну, закона о платформе занясти, принятия, и там ломаются копии, очень много копий ломается, потому что никто не понимает, как же это должно выглядеть. Потому что мы получили совершенно новую реальность, в которой находится очень большой процент экономически активного населения страны и с очень большими проблемами на выходе. Я к чему говорю, что когда возникла идея этого профсоюза, ну, мы так, как бы, этот вопрос поднимали. Вопросы, вот, связанные с социальными гарантиями, вопросы, связанные с пенсионными гарантиями, вопросы, связанные с деторождением, соответственно, вопросы, связанные с тем же самым льготным режимом, этим налоговым, например, там, то, что, ну, например, хорошо, люди вышли, они платят налоги, появилось там, на тот момент, когда это возникло, там, 2,4 миллиона достаточно было. Сейчас мы возьмем тех же таксистов, например, вот их сейчас понуждают, там, ядрик, самозанятыми оформляться, а, 2,4 миллиона уже не хватает, вот этого вот лимита, его тоже повышать надо. И сейчас целые фракции занимаются тем, что пытаются поднять этот вопрос, там идет, ну, у нас премьер-министр, в общем, налоговик, он очень негативно относится к этому режиму, потому что считает, что это уход налогов, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы понимаем, что, если мы сейчас вернем это все, у нас круги свои, это опять идет в тень. И вот, ну, на этой, по этой причине проект получил, как бы он востребованный оказался. То есть мы это, в общем-то, вначале, когда мы его поднимали, мы думали, что, ну, мы подняли вопрос, и все. А потом оказалось, что, в общем-то, сейчас к нам, как к экспертному сообществу обращается, и с Косдумой, и с, там, процесс очень серьезный идут, я не хочу здесь озвучивать. В общем-то, проект получил уход свой, да, мы прошли регистрацию, мы первый профсоюз платформенно занятых в России, который получил официальную регистрацию. То есть у нас Дмитрий представляет официально зарегистрированную организацию, она пока межрегиональная, изначально была Москва, Московскую область, сейчас у нас уже присоединяется Пель, Питер будет присоединяться, будет присоединяться Крым, ну, что, Саратов еще, да, что-то у нас там в Воронеже, соответственно, и вот эти 22 миллиона человек, как планируется примерно, так оценочная численность, что у нас это будут платформенно занятые люди, которые, ну, им нужно, собственно, какое-то, во-первых, в выражениях интересов, и, во-вторых, соответственно, нужны представители какие-то, которые будут выступать. Почему? Мы, нас приглашают очень много, мы как только появились, нас приглашают, мы провели уже огромное количество инспекций, вы можете в интернете посмотреть, то есть и на marketplace выходили, и потом объявились там психологи самозанятые, которые тоже попросили, в общем-то, оценивать. И процесс очень интересный идет. Именно процесс того, что, несмотря на то, что, как вот Анатолий говорит, что эти сообщества, они вроде как разобщены, и многие люди думают, что это не временно этим занимаются, каждый мечтает, как правильно говорят, американское такси, сначала поработать в такси, заработать себе на офис, потом организовать собственную фирму, подняться, в общем-то, классический путь такой, но они все его проходят. Но многие все равно, это у них уже срабатывает, вопрос вот эти вот, что будет дальше, и они к нам обращаются. Мы проводили сейчас те же самые marketplace, например, ну, чтобы понимать, значит, в платформе на занятые, например, что такое, ну, на marketplace, в marketplace там есть CLR, ну, это коммерсанты, фактически, которые продают товары, там, через самозанятые продукты своего производства, через marketplace, у нас есть работники ПВЗ, которые будут давать, это люди, которые оказывают услуги коммерческие по выдаче товара, а у нас еще есть складское, ну, обслуживание, то есть только marketplace, это огромный склад, который стекается со всех сторон товар, который marketplace не принадлежит, а целерам, ну, он сэр заказывает, приходило все это дело. И вот сейчас это явление, оно вошло очень плотно в нашу жизнь. Вот эти marketplace, вы, наверное, видели, строят в регионах marketplace, там губернатор сидит рядом с Покорьчук, там с руководством Лазона раскатывает, мы сейчас построим столько-то миллиардов распределительный центр, у нас будет работа, все вот это вот. Когда мы туда попали, нас пригласили на инспекцию, то оказалось, там вообще жуткий беспредел, есть программа электронная такая же самая, идет штраф от штраф, люди работают буквально в рабских условиях, но проблема еще заключается в чем, что сам marketplace, при том, что он очень плотно вошел в нашу жизнь, в общем-то, им не большинство, но Валдерес, когда был маленький, он был рентабельный, а сейчас они находятся на грани рентабельности. То есть, и вот это такая же проблема, она, в принципе, очень здорово интересует государство, она очень здорово связана именно с условиями жизни вот эти платформы занятые, которые работают там на складе, с нашими обыденностью, сейчас, потому что мы через Валтер, через Озон, все заказываем, через Яндекс, сейчас, но там, например, очень огромная проблема, это технология скоскового обслуживания, обслуживания этих потоков, товаропотоков, логистика, все такое, это на пещерном уровне находится, на жутком пещерном уровне, люди работают, минимальная автоматизация, вот эти вот, кто-то на складе работает, они в любом случае крайние, зачастую работают, буквально там, на грани выживания, там очень плохие условия, а вот это много людей, и когда он приезжает, он кольчок сюда, и с вашим губернатором рассказывает, что сейчас надо построить склад, а потом на этом складе будет много-много людей работать, то фактически мы получаем на самом деле в регионе проблемную ситуацию, потому что эти люди, это потенциально, во-первых, там вы видели, что было в шушерах, в шушарах, то есть пожар, проблема там, при таком складе, как обеспечить безопасность, а вторая тема, это проблема социального взрыва, потому что в таких условиях работать, у нас уже есть опыт взаимодействия союзных профсоюзов России с отдельными профсоюзами, а там уже создаются профсоюзы, вот на этих складах по защите собственных прав, и там, в общем-то, условия работы рабские, по факту получается, но, например, если заставить, вот сейчас фракции с приливой России выступили с инициативой, давайте обеспечим гарантии работникам склада, у нас возникает другая опостась, становится marketplace нерентабельный, он не в состоянии выплачивать, вот это обеспечить все эти социальные гарантии работникам, потому что озоны так, там огромные, да, в бюджете у них, то есть, на рентабельство так не вышли, а волокрест мы все, видимо, он живет за счет штрафов, пытается выгодно по роботу, потому что штрафовый цель, это очень огромный класс работы, очень интересный, самое главное, что он сейчас очень здорово интересует власть, ну, это публичная такая деятельность, поэтому я, почему бы, Дмитрию хотел сказать, что нас очень радует, что он сперни присоединился к этому процессу, я думаю, что все, кто захотят поучаствовать, это очень интересное и перспективное направление реализации на почве общественной деятельности. Спасибо.